В Кировске впервые за зиму перестали вывозить бытовой мусор из контейнеров. Днем ранее это случилось в Апатитах. В городах по этому поводу ходят самые разные мнения. Кто-то видит некие политические игры, кто-то экономит предпринимателей на расходных материалах, другие уверены, это просто разгильдяйство. Наш корреспондент Дмитрий Сергеев попытался выяснить, что происходит на самом деле и когда мусор начнут вывозить вновь. Водитель Василий Сивченко показывает, что происходит с мусоровозом, когда приходится работать при минус 27. А если мороз еще крепче, не выдерживает даже металл. Морозы в первую очередь вылетают в шланги, рвутся. Раньше на старых машинах они шли толще, пропускная способность была больше. Сейчас они очень тоненькие, и просто насос дает давление, рвутся шланги. Если шланг выдерживает, начинает рвать насос. В ремонтном цехе предприятия горы поломанных насосов и раздаточных коробок. Заливают в них заводское зимнее масло. Но мороз побеждает. Раньше были каленые эти шестеренки, они как-то чуть получше. А сейчас вот их просто рвет это самое. И у нас курицы этих раздаток здесь. Нижний рабочий температурный порог отечественных мусоровозов – минус 25. Так рассчитано заводами. Есть, конечно, импортные машины. Они выдерживают до 30 мороза, но стоят в 10 раз дороже. И окупиться у нас могут, если настолько же поднять для населения тариф на вывоз мусора. Поэтому сейчас все спецмашины стоят на приколе. И в Кировске, и в Апатитах. Только мороз и никакой политики. Когда 15 января, 14-го останавливали Апатиты, а Кировск работал. В Кировске в эти морозы стоит 20 градусов стояло. А в Апатитах уже 30 стоит. А на свалке и 40 стоит. Всего лишь основная проблема в разнице, в температурной разнице между городами. На сегодня она отсутствует. И в Кировске, и в Апатитах по 30 градусов. Кроме как на свалке там 40. Поэтому оба города остановились на два дня. На предприятии обещают, что работа в двух городах начнется в субботу. И за выходные мусор будет вывезен. А в каком виде будут содержать переполненные контейнерные площадки управляющей компанией в эти дни – большой и очень больной вопрос.